Мухаммад, Мухаммад, ас-салату и ас-салам. Наш путь — это сахбет, и в собрании заключено благо. Бисмиллахи рахмани рахим, Господь наш. Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Мы просим Аллаха не возлагать на нас то бремя, которое мы не можем нести, чтобы Аллах помог нам. Этот прекрасный аят Корана был подарен Аллахом, Азаваджала, нашему святому пророку. Да благословит его Аллах и приветствует в день Лайлату-эль-Мирадж. В этом же аятюк говорится, что Аллах дает людям только то, что они могут вынести. Это поклоняться и совершать добро. Люди пришли в этот мир не просто так. Они должны что-то делать в этой жизни. По своей мудрости Аллах определил им то, что они могут выполнить. Он предписал им поклонение и добро, которое они могут сделать. Они должны делать то, что могут, а если кто проявит терпение, то будет высоко вознагражден. Даже если люди не проявят терпение, они все равно будут вознаграждены. Если они верующие, конечно, их награда не будет такой высокой, как у терпеливых. Неверующие же ничего не получат. Они будут страдать, как в этой жизни, так и в будущей. Поэтому мы должны выполнять то, что предписал нам Аллах. Да поможет нам Аллах делать все, что в наших силах. Аллах простит то, что мы не смогли сделать, инша Аллах. Если мы раскаемся и попросим у Него прощения, оно будет принято. Аллах не обращает внимания, какой у вас грех большой или маленький. До тех пор, пока вы будете просить о прощении, Аллах будет прощать вас. Некоторые люди говорят, что они не в силах вынести те трудности, которые им выпали. В этом мире часто все происходит не так, как нам бы хотелось. Людям приходится сталкиваться с большими трудностями. Со времен Адама, алейхиссалям, люди всегда испытывали то, что казалось трудным для них. Но зато в духовном плане с ними происходят великие и прекрасные вещи. Тем не менее, мирская суета заставляет людей воспринимать это как трудности. Поэтому нам идет на пользу все то, что дает нам Аллах, а за Ваджала. Однако мы должны просить в дуа, а не давать нам то, что нам не под силу вынести. Аллах, милостив. Инша Аллах, благодаря этому дуа, мы проживем эту мирскую жизнь без больших трудностей и будем счастливы в Ахирате. Это то дуа, которое принимается. Тем не менее, мы должны принимать то, что приходит нам от Аллаха, как благо для нас, и в то же время просить об облегчении и о том, что принесет нам добру. Пусть Аллах защитит нас. Пусть Он не возлагает на нас то бремя, которое мы не сможем нести. Потому что есть очень тяжелые испытания. Да защитит нас Аллах. От них инша Аллах. Субтитры подогнал «Симон»